Здравствуйте, ребята! Начинаем английский урок. Начинаем английский урок. Паскару. Управлять. Бегатликин. Прикрепленный к. Выполнять. Детект. Даб. Грандбрейкин. Инвазивная хирургия. Медицинские применения. Молекулярный уровень. Молекул. Патрол. Патрулировать. Дальдок. Точность. Протеин. Белок. Старый рука. Старый рука. Старый. Прят. Добавляйте Сен-Сен. Сен-Сен-Сен. И, пожалуйста, смотрите этот видео о наноботах. Это почти 10 см. Это почти почти 10 см. Это почти 10 см. И что такое в мире? Это самоан-мосс-спидер. Это боди-лень от 0.3 мм. Но это вообще даже более маленький спидер. Это было создавая команда исследователей от Колумбия. И с помощью коллеги в других странах, они смогли создать нано-спидер. Это боди-лень от 4 мм. И с помощью коллеги-лень от 0.5 мм. 100,000 см. 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 Это двигатель двигается автоматически и сделает виду их оборудования. По поводу движения, эта маленькая птица может 50-лететь. Однако, потому что она так маленькая, эта дистанция может быть более чем-то маратон. Они работают на то, чтобы улучшить их наноспидер. This is important because in the future nanospiders could be used to build computer chips or treat diseases. There is actually a new scientific field called molecular robotics. It deals with the use of such devices in medicine. Imagine having a tiny nanospider inside your body. It would be programmed to find cells that are sick and treat them with the right drugs. Does this sound like science fiction? Don't forget that robots are already performing operations in hospitals around the world. Nanotechnology might help us treat diseases in a way that has never been done before. On the other hand, many people are worried about human safety. Nanotechnology is used in food, clothing and medicine. So there should be strict laws to protect human health. Although further research is needed, one thing is for sure. Robots are here to stay. And the task one. You have to read this text carefully. Бараншит Абсерма. Тексты Жахславов и Шар Муздар. Первое задание. Прочитайте внимательно данный текст. Тексты Жахславов и Шар Муздар. Тексты Жахславов и Шар Муздар. Второе задание. Прочитайте внимательно данный текст еще раз и на вопросы. От одного до шести ответьте ответами. A, B, C или же D. And the task three. You have to fill in these words. Эшишат Абсерма. Бирлиген. Сюзерд и Турзур на остров Шар Муздар. Третье задание. Поставьте правильно данные слова. Итап сырмасы. Бирлиген сөлеймдерді. Мысалдарға қарай отырып, төл сөзен төлей сөзге айналтыраныздар. Дамашны задание. Четвердый упражнение. Посмотрите внимательно на пример. И напишите данные предложения из прямого речи на косвеную речь. Please do all the tasks. Good luck. Goodbye.